Здравствуйте, меня зовут Римма Александровна Тимофеева, я являюсь доцентом кафедры истории теории искусства Университета промышленных технологий и дизайна. И сегодня тема краткого обзорного занятия, которое я бы хотела провести, это общая характеристика развития древнерусского искусства. Дело в том, что этот период традиционно вызывает очень много вопросов как у обучающихся, так и абитуриентов. Поэтому такая краткая характеристика позволит познакомиться с этой эпохой и более углублённо её уже изучать или для своих личных интересов, или при подготовке к вступительным экзаменам, к Олимпиадам и так далее. Итак, давайте начнём. Сначала нужно сказать несколько слов об общих особенностях данного периода. Здесь в первую очередь мы вспоминаем, что древнерусское искусство – это искусство, которое имеет религиозную окраску, и, конечно, ключевым событием при формировании памятников, архитектуры, живописи является принятие христианства в 988 году и, таким образом, основополагающая роль Византии, Византийской империи, как того государства, которое определило в целом общий ход развития культуры и вот это вот лицо архитектуры, изобразительного искусства и других проявлений художественной культуры. Вторая особенность, которую следует назвать, это, конечно, значительные художественные связи, которые древнерусское государство имело не только с восточно-христианским миром, но и странами Западной Европы. Поэтому многочисленные проявления этих взаимосвязей, они также встречаются в виде мастеров, которые приезжали на Русь и работали здесь, в виде образцов, которые поступали сюда, и в виде отдельных произведений искусства, которые тоже могли привозиться и, таким образом, служить источником и образом вдохновения для уже русских мастеров. Следующая важная особенность, которую следует назвать, это, конечно, отсутствие античной традиции. Для русских земель это была характерная черта, поэтому знакомство с античными памятниками, знакомство с системами, которые помогали мастерам создавать искусство, происходит только после крещения Руси, только после принятия христианства и, как бы так, опосредованно через влияние византийского искусства. И следующая особенность, тоже важная, которую следует отметить, это наличие в истории русского искусства и в истории русской культуры двух тенденций, то есть сочетание такой аристократической тенденции, представителями которой являлись князья и такие вот высшие слои русского общества, с демократическими чертами, то есть то, что выражало какие-то фольклорные традиции, то есть то, что было характерно в большей степени для народа. Конечно, в истории древнерусской культуры, древнерусского искусства сочетание вот этих двух моментов позволяет прослеживать очень яркие плоды, очень яркие проявления, потому что эти тенденции взаимно обогащали друг друга. Народная, более стихийная, более непосредственная, более живая, и аристократическая, которая придавала большую строгость, упорядоченность и более высокое художественное качество. Именно с опорой на то классическое наследие, которое Русь получает благодаря крещению Руси по восточному образцу, то есть через Византийскую империю. Следующий момент, который необходимо оговорить кратко, это периодизация этапов, которые проходит древнерусская художественная культура. Здесь традиционно мы выделяем три эпохи. Это культура языческая, то есть до 988 года. Далее второй большой этап – это период домонгольского искусства. И третий большой период – это послемонгольская Русь, которая тоже имеет свои особенности. Сегодня я буду говорить преимущественно о периоде языческой Руси и о периоде домонгольского искусства, потому что в целом эти темы очень обширны и требуют отдельного внимания. Здесь традиционно выделяются такие этапы. Первый период – это эпоха киевского государства, которая связана с деятельностью таких князей, как Владимир, как Ярослав. И первые этапы формирования древнерусского искусства, они как раз связаны именно с этими эпохами. Второй период тоже очень важный – это период культуры 12-го столетия. Это время политической раздробленности. И для развития древнерусского искусства оно имело очень большую роль, потому что создаются предпосылки и формируются именно местные региональные школы, которые могли совпадать, например, с границами удельных княжеств. Третий период, который тоже характеризует развитие домонгольского искусства – это период XIII века. Эпоха очень драматичная, потому что она была связана с борьбой Руси с иноземными захватчиками. Это и монголо-татарская ига, это и борьба с крестоносцами. Поэтому это время очень драматично проявилось в всех сферах культуры и в литературе, и в изобразительном искусстве. Ну и, например, архитектура в это время как каменное строительство замирает, потому что объективные условия были таковы, что не было предпосылок для такого планомерного развития данного вида искусства. На табличке в презентации, которая перед вами, я сопоставила эти эпохи с периодами развития византийского государства для того, чтобы было наглядно видно о том, насколько Древняя Русь до определенного момента была тесно связана с общим развитием восточно-христианского мира. Теперь перейдем кратко к характеристике основных этапов и посмотрим на памятники, которые были распространены в тот или иной исторический этап. Первый период, о котором я сказала, это языческая Русь. Здесь я ограничусь только такой очень краткой характеристикой, потому что, во-первых, эта культура была преимущественно бесписьменная, не было письменных источников, и возникают определенные сложности в атрибуции, систематизации этих образцов, которые создавались мастерами до 1988 года. Поэтому, конечно, в основном период языческой культуры характеризуется развитием декоративно-прикладного искусства. Это образцы ювелирного искусства, в первую очередь, которые обнаруживались учеными-исследователями в археологических кладах. И вот в собрании наших музеев, Государственного русского музея, в других региональных коллекциях, конечно, содержится большое количество предметов подобного рода. Это могут быть украшения, какие-то образцы, которые имели культовый смысл, религиозную тоже принадлежность. И они отличаются по своим техникам, по манере исполнения и являются очень важной вехой в развитии древнерусской культуры. Если говорить об искусстве изобразительном, то у нас есть уникальный образец скульптуры вот этого древнейшего периода, это так называемый сбручский идол, который, по мнению академика Рыбакова, является таким вот воплощением, квинтэссенцией мировоззрения славян вот в период их языческой культуры. А потому что он имеет трехчастную структуру, это нижняя часть, нижний фрагмент мир мертвых, это центральная часть, это образы, которые являются непосредственно примерами современного для создателей мира. И верхняя часть, такая наиболее масштабная, это образ богов, потому что для языческой культуры, конечно, вот эти религиозные мотивы, они тоже имели очень значительную роль. Не четырехгранный, каждая часть имеет свои особенности как художественной обработки, так и вот этого образного понимания, которое, еще раз скажу, может быть восстановлено только по каким-то историческим аналогиям, потому что культура была бесписьменная. Если говорить о каких-то образцах архитектуры, то за исключением такого гражданского зодчества, это непосредственно жилые постройки, образцы такой древнейшей деревянной архитектуры, культовые сооружения этого времени, они или не сохранились, или представлены были минимально, потому что, так как славянские племена, они были язычниками, поэтому характерной чертой для культуры этого явления становится обожествление сил природы. Поэтому сакральные какие-то объекты, святилища, сакральные комплексы, они часто являлись природными объектами, например, это священная роща или какой-нибудь там лес. И на слайде, который перед вами, представлена реконструкция, которая была выполнена в конце XX века, такого вот славянского мифологического леса. Светилище мы видим в центре расположенного идола, и основным таким моментом при планировке такого рода сооружений была их центрическая структура, что тоже, по мнению исследователей, имеет разнообразное значение. В частности, это солярная символика, то есть такие образы, как круг, крест, они чаще всего связаны с солярной символикой. Перейдем теперь к характеристике уже христианского периода. Напоминаю, что в 1988 году Русь принимает христианство по византийскому обряду, то есть по восточно-христианскому, и благодаря этому создается мощный импульс для формирования образцов архитектуры, изобразительного искусства и декоративно-прикладного искусства. Русь воспринимает из Византии типы сооружений культовых, воспринимает традиции каменного зодчества. И первые мастера, которые работают непосредственно на Руси, они также были приезжими. Это преимущественно греки, которые традиции приема средневизантийской архитектуры переносят на древнерусскую почву. И первый образец архитектуры, который создается в указанный период, это Десятинная церковь, первая каменная постройка на Руси, конец X века, которая сохранилась до нашего времени в руинированном виде, поэтому мы можем ее реконструировать только по планам. Благодаря раскопкам и изысканиям археологов такие планы были составлены, и, соответственно, по каким-то описаниям, которые сохранили письменные источники, потому что благодаря деятельности Кирилла и Мефодия также византийские просветители на Руси появляется алфавит, появляется письменность, более подходящая для описания каких-то важных событий, то есть появляются летописи, и в частности в этих текстах встречаются и сведения о создании того или иного памятника. Второй образец архитектуры, который тоже является примером работы византийских зодчих на Руси, это Софийский собор в Киеве, создание которого начинается в 1037 году. До наших дней он также сохранился в видоизмененной форме, однако можно выполнить реконструкцию, и также большая роль этого сооружения заключается в том, что внутреннее пространство сохранилось с очень незначительными изменениями, поэтому дает возможность судить о том, как этот памятник выглядел и в древнейший домонгольский период. На представленном слайде мы видим с вами план, видим о том, что сохранена традиционная для византийского зодчества этого времени конструкция, крестово-купольный тип храма. Храм очень масштабный, и это, конечно, образец княжеского заказа, потому что для того, чтобы подчеркнуть значение государства на мировой арене, естественно, искусство и образцы культуры должны также быть выполнены на высоком уровне. То есть для древнерусского периода, как и в целом для развития искусства, амбиции государства, они также во многом проявляются и в качестве искусства. Как я уже сказала, это тоже образец, который был построен византийскими мастерами, поэтому характерный для столичной архитектуры Константинополя тип кладки, смешанная кладка со скрытым рядом. Вот здесь она также на одном из зондажей представлена. Естественно, что христианская культура предполагает не только создание архитектурных построек, также предполагает и их украшение, потому что это отвечает христианским представлениям о мироздании, о домостроительстве Бога, о человеке и так далее. Поэтому в архитектурных сооружениях домонгольского периода мы с вами встречаем большое количество образцов изобразительного искусства. Это мозаичный и фресковый декор или росписи альсекка. Три наиболее распространённые техники монументальной живописи, которые были представлены в указанное время. И образцом такого мозаичного декора монументального ансамбля являются мозаики Софийского собора в Киеве, которые также были выполнены греческими мастерами. Об этом свидетельствуют и греческие надписи, и другие моменты, которые мы сейчас с вами кратко охарактеризуем. Сохранена здесь классическая система средневизантийской храмовой декорации, то есть последовательное расположение образов в соответствии с их значимостью и в соответствии с такой вот сакральной топографией храма. Например, в куполе располагается композиция Пантократора, Христос-Вседержитель как венец, как образ, который является основным для понимания общей иконографической схемы этой росписи. И если говорить о деталях, которые отличают данную мозаичную роспись, данный мозаичный декор, то это, конечно, расположение мозаики Евхаристия в апсиде собора, потому что в целом это было мало распространено для византийской традиции, однако для того, чтобы подчеркнуть о том, что Русь принимает на христианство именно по византийскому обряду, то есть не по западному, потому что к этому времени великая схизма разделения на католичество и православие уже состоялась, именно поэтому здесь, вот как такой тоже политический и идеологический акцент, появляется именно данная композиция. Композиция Евхаристии, то есть причащение апостолов в двух видах, то есть под видом хлеба и вина. Западная традиция, она от этой практики отказалась. Поражает мастерство мозаичистов, которые создают уникальные образы, которые пронизаны пониманием этой античной пластики. Законы композиционного построения, законы колористического решения, они, конечно, вызывают только восхищение и восторг очень высокого уровня образцы. Это отвечало как раз принципам, которые воспринимает Древняя Русь после крещения в 988 году. Фресковый ансамбль Софийского собора, он также сохранился в достаточно большом количестве. Вот здесь мы можем видеть, как образы отдельных святых, например, в медальонах, святые мученицы, вера, надежда, любовь и мать их София, образы целителей, святителей, в данном случае это святой Кир и Николай Чудотворец, тоже это образцы, которые составляют шедевры сокровищницы мировой художественной культуры. Композиционно эти образы, они вписаны в архитектурное пространство, потому что для монументальной живописи это очень важный момент, именно синтез архитектуры и изображения, то есть подчеркивание тектоники и максимально полное их соответствие друг другу. Кроме культового зодчества, конечно, вот в этот древнейший период Киевской Руси получает распространение и гражданское зодчество, и фортификационное, то есть оборонное. Если говорить об оборонном зодчестве, то мы можем с вами посмотреть на реконструкцию золотых ворот, которые располагаются в Киеве, реконструкция тоже была выполнена уже в современности, и это как раз такой вот пример военно-инженерного сооружения указанного периода, потому что любой город был крепостью, и таким образом крепостные стены имели тоже большое значение. Кроме памятников, которые расположены на территории Киева, мы знаем образцы и в других городах, например, Спасо-Преображенский собор в Чернигове, который тоже является образцом архитектуры древнейшего киевского периода. Также он наследует традициям средневизантийской архитектуры, что прослеживается и в конструкции, и в технике исполнения, и также внутреннее убранство пронизано духом понимания античности, когда традиции античной пластики, традиции античных пропорций, античной формы наполняются христианским содержанием, и этот интересный синтез дает такие яркие примеры высокодуховных и идеологически очень интересных образов. Кроме киевских сооружений указанного периода, как я уже сказала, другие города Древней Руси, они тоже постепенно приобретают вот эту традицию каменного зодчества. Вот и здесь в рамках Софийной программы Ярослава Мудрого следует назвать еще один очень важный памятник. Это Софийский собор, который располагается в Новгороде, Древний Русский город, также один из крупнейших центров в политическом отношении со своим особым струем, поэтому, конечно, для вот этого храма можно отметить такие же особенности, как монументальность, мощность, такая вот очень целостная, законченная форма и, естественно, влияние тех традиций, о которых мы с вами поговорили. Интерьер данного собора, он был декорирован росписями альсека, которые имели такой вот смысл законченного, обособленного иконного произведения. А в данном случае это изображение святых равноапостольных Константина и Елены, и названная техника, она обуславливает их художественные качества, то есть преобладание рисунка как средство выразительности, такая вот более лаконичная форма, и отсюда несколько иное понимание идейного содержания образа, то есть образы очень целостные, и также они имели большое воздействие на каждого человека, который приходил в этот храм. В XII столетии благодаря политическим процессам формируется культура уже удельных княжеств или каких-то других центров древнерусского государства, и это дает возможности и предпосылки для формирования уже отдельных художественных школ. Отметим, что любая художественная школа в целом предполагает понятие преемственности, то есть сохранение технических особенностей, содержательных особенностей, то есть и формальных, и сущностных. Здесь перед вами на слайде перечислены некоторые из школ, которые получают распространение в XII столетии, и каждая из них имела свои специфические черты. Сейчас, чтобы дать им краткую характеристику, мы назовем несколько образцов архитектуры, живописи. Сразу скажу, что это очень краткая характеристика, потому что в целом древнерусская эпоха дает нам огромный пласт для изучения и огромный пласт для восприятия. Итак, первый пример, который я вам показываю, это Владимира Суздальская архитектурная школа. Памятники отмечены здесь особым духом аристократизма. Естественно, что это акцент на такое идейное содержание образа и превосходная техника исполнения, то есть мастерство художников, архитекторов, резчиков по камню, оно достигает такого вот очень яркого пика своего расцвета. Храм Пакравана Нерли, шедевр Владимира Суздальского зодчества, Успенский собор Владимира, кафедральный собор, очень масштабный, очень целостный, очень лаконичный и при этом показывающий эти особенности именно Владимира Суздальской традиции, то есть это белокаменное зодчество, это влияние европейские, в частности, это декор и резьба по камню. Следующий пример, который также характеризует развитие Владимира Суздальской школы, это Дмитриевский собор во Владимире. Можно посмотреть на детали, на аркатурно-колончатый пояс, на то мастерство, с которым резчики выполняют это оформление. И еще один фрагмент резьбы собора, который также показывает о том, что древнерусская культура развивалась в целом в общем русле эволюции и восточно-христианского, и западноевропейского искусства, то есть контакты были очень тесные. Образцом оборонной архитектуры данной школы являются золотые ворота во Владимире. Тоже обратите внимание на их мощь, на целостную форму и на постепенное пирамидальное убывание объемов, очень красивый образец. И, конечно, шедевром живописи Владимира Суздальской школы является икона Владимирской Богоматери, это памятник византийский, памятник XII века, который был пронесен на Русь и стал таким своеобразным камертоном, который обеспечил очень высокий уровень для памятников искусства этого княжества. Вторая школа, которую кратко я бы хотела сейчас упомянуть, это, конечно, Новгородская, которая также дает нам образцы выдающихся произведений и архитектуры, и изобразительного искусства, и декоративно-прикладного искусства. Перед вами главный собор Юрьева монастыря, это Георгиевский собор, который был также построен в XII столетии. При сохранении традиционной схемы конструктивной, каждая из школ, о которых мы с вами говорим, она имеет свои такие принципиальные особенности. В данном случае это техника и общий образ, который данный собор производит на зрителя. Еще один пример новгородской архитектуры конца XII века – это церковь Спаса-на-Нередице, храм, который имеет мемориальное значение. Также нужно отметить, что во время Великой Отечественной войны он погиб. И то, что мы видим сейчас, это, конечно, памятник еще и тем реставраторам, подвижникам, которые воссоздавали архитектурные шедевры и шедевры живописи уже в послевоенное время. Еще один пример – это храм Петра и Павла, который располагается в Смоленске. То есть еще одна школа, которая получает развитие с 80-х годов XII века, и тоже имеет свои специфические черты. При сохранении общей композиционной схемы – это особая техника и особый внешний вид. То есть мы видели о том, что были белокаменные постройки, были сооружения, которые штукатурились, и были нештукатуренные храмы, которые благодаря этому тоже приобретали особую пластическую выразительность. Это общие моменты, которые характеризуют развитие древнерусской культуры домонгольского периода. Сразу говорю, что я оставалась в рамках самых общих особенностей, потому что эта тема очень масштабная. И, конечно, поскольку эта культура, которая принадлежит к иной парадигме, то есть культура религиозная, культура средневековая, она традиционно вызывает очень много вопросов и у абитуриентов, и у обучающихся. Поэтому данное видео призвано к тому, чтобы расставить ключевые акценты для того, чтобы при дальнейшем изучении вы уже понимали, в какую сторону двигаться. Еще раз, культура религиозная. В ранние периоды она воспринимает традиции византийских архитектур и живописи, декоративно-прикладного искусства. Далее это создает предпосылки для формирования уже региональных школ. И потом уже к периоду послемонгольской Руси, к периоду 14-го столетия, формируется очень яркий и самобытный облик древнерусской культуры. Я благодарю вас за внимание. Спасибо большое.